Друзья, и снова всех приветствую на своем канале. Мы будем обсуждать новенькую iOS 15.2. Поговорим о том, что нового, как с автономностью, стоит ли ее ставить или стоит повременить. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Для начала я хочу сказать то, что почему я не делаю обзоры на бета, да какой смысл вообще в этом делать. Я вообще никогда никому не советовал делать эти бета-обзоры. Это совершенно лишнее. Вы только будете нагружать ваше устройство, терять какие-то, возможно, данные, разные дефекты, баги. Это все будет только приводить к тому, что будет в целом вообще дискомфорт использования данной версии iOS. Зачем это нужно? Поэтому я буду объяснять по релизным и по бетам в версиях. То есть постепенно, какие у нас были улучшения. И в принципе я вам сейчас продемонстрирую скорость работы данного приложения и озвучу, что было в этих бетах. То, что мы получаем фактически в релизной версии iOS. Значит, друзья, смотрите, какие у нас обновления в iOS 15.2. У нас все по бетам, по первой, по второй, по третьей. Все нововведения в релизе, которые коснулись первой бете, у нас были исправления ошибки в App Store. Кнопка SOS настраивается теперь. То есть это все те нажатия, которые вы могли настроить на 2, на 3 и так далее. Вы там сами можете регулировать. По второй бете у нас добавили функцию «Вернули слежение за фотографиями». Это анонимное сканирование фото iCloud. Режим наследника. Это то, что вы можете добавить доверенное лицо в iCloud, что вдруг, если в случае с вами что-то случится, у него будет доступ. И проработали над Safari. То есть там немножко другой движок, внесены изменения. Более приемлемая скорость и стабильность, в принципе, работы браузера. В третьей же бете добавили в приложениях напоминания, добавили возможность массового удаления тегов. Вот, в принципе, все те нововведения, которые касаются у нас релизной iOS 15.2. Итак, вот, друзья, вот, в принципе, все сами понимаете. Если все-таки вы уже там как-то накатились на эту версию, испытываете какой-то дискомфорт, вы можете испытывать какой дискомфорт. Вот, нагрев батареи, естественно, быстрый разряд батареи. Как это лечится? Жесткая перезагрузка. Вы можете посмотреть по ссылке в описании. Я всегда закрепляю данное видео. Вы можете посмотреть, как вы для данной модели это сделать. Либо же просто переустановить iOS, если не помогает жесткая перезагрузка. По автономности вы можете, в принципе, сравнивать с предыдущей версией iOS. Там плюс минут, какие-то минуты она играет роль. Вот, и все. Если будут какие-то нововведения, я дам об этом знать в сообществе канала. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Дальше больше. Скоро увидимся.